следующая передача будет идти в открытом радио эфире эта программа свет слова как всегда вы можете звонить открытой по открытой линии номер телефона и рекорд 916 429 7635 приветствуем вас братья внимательно слушаем добрый вечер всем кто на сегодня слушает к нас сегодня смотрит приглашаем вас на эту передачу на идет в открытом эфире и как вы уже слышали можно позвонить нам по телефону 429 7635 и те кто живет за пределами сакраменто рек и рекорд 916 916 429 7635 в начале передачи мы помолимся для того чтобы господь благословил ход этого служения господь благодарна тебе за любовь и милость благодарна тебе за благодать которую мы имеем что мы сегодня живы здоровы что мы можем собраться здесь читать слово твое и размышлять над ним господь пошли на твои разумения пошли нам твои откровения и всем людям которые будут слушать и господи дарую твое разумение чтобы нам узнать твою истину и исполнить ее в жизни все это просим во имя иисуса христа аминь вот опять еще один четверг и рассуждаем суще жизненных таких темах о чем мы сегодня будем рассуждать до сегодня у нас тема будет немножко может быть не то что необычное но мы будем проводить параллель мы сегодня порассуждаем как же нам все таки жить не по-фарисейским интересные да это не говорят о том что мы все по-фарисейски живем но вот для того чтобы нам не оказаться в числе или в категории фарисеев нам необходимо знать вот какая у них жизнь чем они занимаются чем характерны их поступки чтобы нам не поступать не просто имитировать не фарисей не фарисеев а вот именно знать в чем слабости фарисеев в чем вот отрицательные характеристики и чтобы нам их не повторить потому что в писании вот само фарисейство очень сильно порицается христос неоднократно об этом говорил вот для того чтобы понимать потому что не все могут понимать где они находятся в ихней духовной жизни до быть там или иначе вот кто такие фарисеи что это значит для обычного человека верующего человека дело в том что понятие фарисеев со временем менялась вот когда она образовалась вообще кто такие фарисеи были да это слово по сути делали в по своему значению определяет отделенный или обособленный то есть это люди которые отделяли себя от общества и пытались сделать из себя более праведными более святыми более но такими вот принятыми богом вот это было фарисейство представляла собой религиозное движение которое возникло примерно лет 200 так уже сформировалась до рождества христова счет когда маковеи очень сильно были развиты вот их движение они приобрели популярность и вот в тур примерно в тот момент возникло фарисейское движение и изначально оно носило отрицательный оттенок то есть израиль их воспринимал евреи воспринимали как отступников и еретиков вот они себя выделили вот такая группировка была с точки зрения христианства как тогда так и сегодня они были и оказывается еретиками оказывается но они принадлежат определенной секте но они себя такими не считали они считали что не себя выделят они отделяться от общества и вот таким образом они приобретут какое-то благоволение блага благоволение перед богом со временем со временем понятие фарисеи приобрело уважительный оттенок вот уже мы знаем во времена христа со стороны общества фарисеи вот были в уважении они они были в почтении люди на них смотрели так вот ну да ты же все-таки фарисеи достиг какой-то высоты на самом деле эта религия очень сильно развилась к тому времени и люди уже приобрели так сказать наработали опыт наработали свои направления свои движения это была уже структурная организация каким образом они заработали себе такой статус тут здесь в один момент они считаются еретиками как вроде бы негативной точкой зрения тут тебе они уже становятся как популярные как к чему-то лучшему вообще когда вот зарождалась сама идея фарисейства откуда она произошла дело в том что народу израильскому был дан закон моисеев или тора пятикнижие и в принципе вот это являлось местом раздора то есть на этой книге ли на законе люди делились на теле другие категории одни понимали что ну вообще-то ну бог как-то что предопределил то и будет то есть человеку бесполезно что-то предпринимать другие говорили что ну бог там сам себе решает а мы тут сами себе решаем фарисе избрали какую-то вот такой промежуточная середина до промежуточное звено и вот создали свою версию что что-то делает бог а что то делаем мы а вот что делаем мы или что нужно делать вот здесь они воспользовались учениями всевозможных раввинов учителей философов того времени и каждый интерпретировал тору по-своему поэтому у них появилось очень много разных толкований до разных мнений есть тора или есть пятикнижие закон моисеев с одной стороны а с другой стороны у фарисеев были разные разные виды разные объяснения до той-то той же самой торы поэтому них было постановление на постановление очень много пунктов под пунктов как и что нужно делать но в принципе они хотели таким образом заработать праведность не просто но нам делать нечем будем так я такой образ жизни вести они хотели вот за счет своих обрядовых служений они хотели поднять свой духовный статус вот именно уже в конце скажем примерно лет за 200 до рождества христова вот они откололись вообще то есть что послужило причиной пророки праведники они делали ударение на то что богу нужна вера в первую очередь до жертвы нужны до храм нужен и обрядовое служение нужно но имеет свое место но не основное не основное то есть в центре должна стоять должно стоять личное отношение с богом вот на что делали ударение праведники что вера в бога правильная жизнь правильные мысли правильные поступки вот они ставили ударение на на эту часть жизни фарисеи заняли более такую форменную часть видимую часть и таким образом они откололись это об людям понравилось и все-таки легкий вариант обрядовый вариант можно можно его в принципе и применить к жизни вот они наряду с этим они еще влились в социальную сферу жизни вот поэтому они как бы захватили захватили много общества не только религиозного но и простого народа вот они влились и в правление и во власть вот всякие такие посты за верховные круги этого общества вот они везде имели вход и доступ таким образом они вот приобрели популярность в свете в мире и популярность так сказать в религиозных кругах почему потому что не выдвинули свою точку зрения как можно служить богу вот таким образом такой небольшой обзор вот ну основная проблема фарисейства заключалась в том что они позволяли позволяли так сказать модифицировать свое учение и движение согласно разных раввинов один сказал так другой немножко поправил этот немножко изменил и вот движение но держалась как скажут учителем как скажут люди то есть вот в этом отрицалась или же унижалась богодухновенность библии библия сама себе противоречить не может но они говорили ну этот раввин сказал так а этот сказал так вот мы выберем что нам удобней что нам правильней то есть как бы они обращались к одному и тому же закону но интерпретации у оставляли и вот на скажем на за за теми учителями которые на то время жили такой сказал человек такой сказал или другой человек сказал вот богодухновенность и целостность писания ими не принималась то есть можно было интерпретировать как кому ну покажется как как кто на что способен это интересно то что в какой момент потерялась вот вот это соответствие потому что по идее священники же они занимались занимались действием в храме они должны были входить святое святых и вообще смысл священников кроме того чтобы делать физические процедуры то что бог заповедал какой еще был их смысл получается их не вас служение богу ну роль священников еще заключалась в том что они должны были учить народ особенно по субботам по субботам люди собирались и они должны были учить передавать знание божьего закона не все люди были были грамотные вот умели читать писать а священники были люди книжные они читали они были грамотные вот и роль а основная была роль в том что они кроме того что приносили жертвы Богу, должны были еще учить народ, как правильно жить. Вот. А мы читаем пророков, и через них Господь осуждал, что вы, говорит, оставили. Оставили. Оставили Бога. Оставили учение. Вы предались своим похотям. То есть вы стали, превратили Богослужение в собственное служение. Каким образом? Ну, каким образом? Вот не было... Например, Христос говорит за фарисеев, что они оставили суд, оставили милость, оставили то, что закон требовал. Вот. А десятину? Десятину будем соблюдать. То есть соблюдать какую? Вот они действительно старались. Они старались физически это сделать. То есть еще хотелось бы отметить то, что современное понимание фарисея — это лицемер. А вот то понимание фарисея было намного шире. Не просто лицемер. Христос, конечно, осуждал их в лицемерии, но фарисеи-то, во-первых, были очень грамотные люди. Они очень хорошо знали закон. Они знали социальное положение. То есть разбирались в политике. Они держали руку на пульсе, что происходит, где происходит, кто прав, кто виноват. Их прислушивались. Они могли, так сказать, давать оценку в адрес правительства. И люди верили им. Вот как сегодня верят политикам, тогда верили фарисеям. То есть это были специалисты. Да, они знали, они, так сказать, знали дух жизни. Они знали, кто чем дышит, что происходит в обществе. Они были очень осведомлены, очень были просвещенные люди. То есть фарисеи — это не просто... Мы сегодня говорим, фарисеи — это лицемер. А раньше фарисеи — это был очень умный человек. Он ученый был. Они изучали целые школы были по фарисейству. Мы знаем, Павел, он... Закончил. Да, закончил школу. Он очень сильно показывал большие надежды. То есть были фарисейские школы. Сегодня на фарисеев не учат. Есть другие школы, да? Человек может стать фарисеем по другой причине. Но нет таких школ, а фарисеев. А раньше они были. То есть учили людей закону, учили людей всевозможным обрядом, как нужно одеваться, как нужно вставать, какую руку вначале мыть, левую или правую. Вот была проблема. Как руки мыть? Правой... Это сегодня у нас включаешь кран и моешь. А тогда нужно было брать кружку и наливать. Так вот, правой на левую или левой на правую? А какая разница? Ну, это для нас разницы нет. У них разница была, когда встаешь с постели, какую ногу ставить на пол? Первую? Левую или правую? Или сразу вместе? То есть очень много было таких мелких деталей, доходило до смешного. Но, тем не менее, они вот за счет таких действий думали, что заработают благоволение от Бога, что Богу понравится. Вот он поставит их на какую-то, может быть, на одну ступеньку выше, чем другие. Говорили про Мартин Лютерн в свое время, что когда он пытался добиться понимания от Бога прощения грехов, вот он шел на коленях по ступенькам в один храм и практически разбился свои колени окровавленные, потому что он хотел как-то особенно, благоговейно подойти к вот этому пониманию Бога и его прощения. Да, во все времена люди хотели угодить Богу. Но Бог, в свою очередь, всегда оставлял чистый и понятный путь. Как же все-таки это сделать? Недвусмысленный. Всегда Бог указывал, я желаю это, я хочу, вот это так нужно делать. А людям, конечно, было сложновато, как, наверное, и сегодня, жить по духу. Это же не так просто. Надо узнать, как жить по духу, а потом нужно не просто знания иметь, а практиковать в повседневной жизни. Так и раньше. Были определенные требования, которые Бог поставил, и человеку это было доступно. Но это было сложно. Нужно было отречься от своих пониманий, отречься от обыденной жизни, от привычной жизни, может быть, выделиться как-то. Вот это был, конечно, шаг, вызов обществу. И вот напрашивается вопрос, в чем был вред фарисейства? Потому что, по идее, мы здесь некоторые вещи обговорили о том, что насколько это было разумно, это было мудро, это были особенные люди, умные люди. А вот в чем произошел вред? Ну, вред. Вреда, конечно, было много. Это с разных сторон. Еще хочется добавить, прежде чем мы ответим на этот вопрос, фарисеи, или в понимании как лицемер, они говорили одно, а делали другое. И так как они были у власти, то есть они стояли наверху, люди считались с ними, люди их уважали, люди верили им. Это были авторитеты. Конечно, это были духовные авторитеты. Люди им верили, и так как они жили неправильно, то таким образом они и людей неправильно учили. В этом заключался основной вред. То есть они учили неправильной жизни. Они говорили одно, а делали другое. То есть их жизнь не соответствовала их словам. И это, конечно, был соблазн, это была проблема, на которую Христос указывал очень часто и говорил фарисеям, что какие они есть. Вот, например, Евангелие Луки, 18 глава, с 11 стиха. Фарисеи за счет своих дел думали, что они заработают праведность. Фарисей, став молиться сам себе, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пащусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» и так далее. На самом деле они постились. Это не так просто. Если ты становишься фарисеем, ты должен жить по этим законам. Закон Моисеев этого не требовал, но фарисейские обряды требовали. И они так жили. То есть жизнь фарисеев была, с одной стороны, очень строгая. Он два раза должен поститься, давать десятину, смотреть за собой. Фарисеи, в принципе, посвящали всю свою жизнь на исполнение всех этих обрядов. По идее, неплохие же принципы выдержались. Ни грабитель, ни обидчик. Себя контролируешь тем, что ты постишься. Да, это хорошо. Скажем, нашими словами, это были хорошие моральные люди. Если бы только они так... Видишь, когда... Ведь всё-таки Писание носит духовность. Всё-таки Бог хотел найти доступ к человеку. Фарисеи замкнули всё на себе. Ну, Бог там сам по себе, а мы будем, мы будем стараться изо всех сил следить за собой, да, контролировать себя, грабить не будем, обижать не будем, ни прелюбодейничать, ни вот мытарь, да, вообще этот сборщик пошлин, предатель. Вот мы будем себя держать, сдерживать, поститься там. Вот физически, морально они себя пытались держать. А сердце внутри к Богу не было привязано. То есть они посвятили всю свою жизнь на исполнение каких-то обрядов. Ну, например, взять сегодня какого-нибудь... Возьмём, например, спортсмена. Если это серьёзный спортсмен, который готовится к Олимпиаде, он будет тренироваться как минимум 8 часов в день. Каждый день. У него будет особая диета. Он будет заниматься, заниматься, заниматься. Очень сильно. То есть он посвящает жизнь для того, чтобы каких-то там 15 секунд пробежаться на виду всего мира и получить медаль. Прежде чем человек туда попадёт, он тратит свою жизнь. Сказать, что физкультура – это грех? Нет, это не грех. Но когда человек посвящает жизнь физкультуре, тогда это уже идолопоклонство. Точно так и с фарисеями было. Да, что-то они делали хорошо, но они оторвались от Бога. Они переключились на физическую активность. Делаем, 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 делаем. И за счёт этого они думали, что они угождают Богу. И так учили других. Поэтому, когда пришёл Христос, вот тут они служили особым соблазном. То есть фарисеи говорили одно, а Христос говорил другое. Люди говорят, как же так? Фарисеи и это делают, и это делают. А Христос говорит, этого всего не надо делать. Кому же верить? Вот тут они сыграли большую роль. Христос в 5 главе Евангелия Матфея 20 стихом сказал так. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное». Ну так здесь, даже вот в этой фразе звучит, как вроде бы он ободряет и поддерживает это понимание, что нужно быть ещё лучше, чем они. Видишь, они зарабатывали праведность за счёт своей религиозности. И считали, если вы, ну допустим, фарисей, да, у него 100 пунктов, скажем. Вот в день нужно выполнить 100 пунктов. И он выполнил 100 пунктов. И считает, я теперь праведный. Раз я выполнил, я праведный. А Христос говорит, да, где-то там формально, ну, обижать, конечно, нельзя. Христос не учил ни грабить, ни прелюбодейничать. То есть это правильно. Но праведность должна превзойти. Что значит праведность должна превзойти? Мы понимаем, что праведность заработать невозможно. Её просто невозможно заработать. Её можно получить даром. Ну, а эти люди понимали в то время вот этот принцип? Это мы сегодня понимаем, потому что Христос пришёл, он объяснил всё, он всё это рассказал. Ну, Христос говорил так, вот две заповеди всё-таки основные. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Возлюби Бога в первую очередь. Не возлюби свою религию, а возлюби Бога. Что Бог хочет? Всем разумом, разумением, всем сердцем, всей крепостью, всей душою. Бога возлюбить. А что значит возлюбить? Привязаться. Привязаться к закону. Что говорит закон? Не заниматься буквоедством, а узнать. Вот когда человек любит другого человека? Это же не просто, ну, мы там, знаешь, в строю идём вместе, или там в очереди стоим вместе, или там на работу вместе ездим. Любовь — это связь. Любовь — это привязанность. Любовь — это понимание. Любовь — это человек хочет угодить другому. Человек хочет узнать другого побольше. То есть любовь раскрывает двери для особых взаимоотношений. У фарисеев это начисто отсутствовало. У них так, формальность, буквальность, религиозность. Ну, видимо, да, они, видимо, жили неплохо. То есть они разбойниками не были, они там пытались не обманывать, пытались по-своему. Вот. Они были моральные люди настолько, насколько можно было человеку достичь. Но Христос говорит, этого недостаточно. Что такое праведность вообще? Праведность — это Божий стандарт. Божий стандарт, если человек соответствует Божьему стандарту, он праведный. Ну, например, мы говорим, вот, допустим, есть такой заготпункт, где принимают золото. Вот золото принимают. Человек пошел, смотрит, какой-то желтый металл. Он взял его, почистил, натер, принес. И говорит, я вот принес золото. Они говорят, нет, это не золото, это что-то другое. А он уже чистый, я старался, целый день его тер. Я считаю, что это золото. Но это ты считаешь. А у нас есть стандарт, есть специальная формула, по которой определяется, золото или нет. Это не золото. Так выглядит же одинаково. Может выглядеть одинаково. Но по внутреннему составу не соответствует золоту. Точно так и праведность, о которой говорит Христос. Ее заработать, подогнать невозможно. Человеку просто невозможно соответствовать Божьему стандарту. Все, что человек может сделать, как мы читаем, 2 Коринфянам не единственное место. 2 Коринфянам 5,21. Ибо незнавшего греха он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Как мы в нем становимся праведными перед Богом? Природа новая. Рождение свыше. Когда человек рождается свыше, он получает божественную, новую природу. Написано, мы новое творение. Мы не модифицированные. Мы не, скажем, не... Вот можно облагородить какую-то вещь. Или можно вымыть, вычистить. Да, мы не такие. Мы измененные. Вот есть процесс вида изменения, когда одно превращается совершенно в другую... Меняется в корне, меняется структура. Так вот, Бог дал нам жизнь. А жизнь от Бога. Мы не можем сами в себе произвести жизнь. Мы можем ее получить. И вот когда мы получаем жизнь, когда мы рождаемся, вот это рождение и порождает, или дает нам, или присваивает нам святость. Представь себе, что... Ну вот в России было так, да? Человек рождается, там мальчик или девочка дают отчество. Да. Второе имя отца, там если родился там Сергей, Сергей Иванович. Родилась Наташа, Наталья Ивановна. У всех одно отчество. Ей можно усыновить ребенка. Он будет носить ту же фамилию, но отчество носить он не сможет. У него свое отчество. Почему? Потому что ты можешь назвать, документы оформить, но... Отец у него был, да. У отеца у него свой есть. Да. Отчество нельзя подставить. Можно, в принципе, написать, но по ДНК оно не будет соответствовать. Так и здесь. Можно пристать к обществу, можно выглядеть как верующий, можно быть почти как христианин, но это будет формальный, фиктивный или же фарисей. Чтобы приобрести праведность, необходимо рождение свыше. Не выполнение всех обрядов, хотя где-то и нужно было их выполнять. Ну, закон читать нужно было, что-то по закону нужно было делать. Но по другой причине. По другой причине. Это будет как следствие. А они сделали причину. Если я выполняю, все, я такой. Но опять-таки они полностью не выполняли. Они выполняли транслированную Тору. Так, как говорили мучители. А для чего вот эти все старания? Вот это дело, когда в конце концов ты, я не знаю, полностью понимали они или не понимали, что в конце концов оно же неправильно, в конце концов оно не доводит до Бога, до этой праведности. Вот столько много, это же, получается, они посвятили всю свою жизнь. Всю свою жизнь. И не одно поколение. И не одно поколение. Жизни, получается, мёртвой жизни. Потому что оно не предавало жизни, оно не предавало правильного результата, праведности перед Богом. Мы видим, Павел в своё время, когда он был в фарисействе, он даже готов был убивать людей, и не против. Он считал их еретиками. То есть люди были настолько преданы этой религии, что готовы были убивать других, ради понимания. Они решили, что христиане засоряют нацию, их нужно уничтожать, чтобы фарисейство процветало. Настолько они были убеждены. То есть это передавалось из поколения в поколение, можно сегодня назвать это промывка мозгов. То есть настолько воспитали человека. Действительно, христиане были простые. Христиане не выступали напористо. У них не было такого движения, знаешь, с флагом, баррикады, революция, перевернём. Они действовали по-другому. У них была любовь. Вот они действовали каким образом. Они физически не нападали, они физически не разрушали, не убивали никого. Вот, Христос говорит, любовь. Вас гонят, ну побежите в другой город. Вас рубашку снимают, отдайте две. Вас заставляют работать, работайте ещё и сверх того, что попросили. То есть фарисей на это вообще готов не быть. Он не был готов. У него была самоправедность. Но чтобы кому-то послужить, ну-ну-ну, для этого есть другие люди. А фарисей я буду заниматься самооблагораживанием. Так вот, для того, чтобы приобрести праведность, приобрести необходимое рождение свыше. Поверить во Христа. Как здесь сказано, Христос, и Христос тогда ещё при жизни говорил, я есмь жизнь. Веруйте в меня, будьте иметь жизнь. Он говорил фарисеям. Вот, ты говоришь, вот сегодня, да, как раз таки Христос пришёл и просветил фарисеев, что надо верить не в обряды, не в религию, а верить в него, в его слово. Итак, мы видим, фарисеи хотели заработать праведно своими делами, а Христос предоставляет её даром. У нас телефон в студии 429-7635. Мы сегодня говорим, как же нам не жить по-фарисейски. Мы рассмотрели, кто такие фарисеи, и дальше будем смотреть, как они ведут себя в жизни. Если у вас есть какие-то советы, как нам не жить по-фарисейски, то, пожалуйста, можете позвонить, поделиться своим мнением, поделиться своими взглядами. Мы с удовольствием примем ваши звонки. 429-7635. Продолжаем дальше. Да. Матфея, 23 глава, очень ярко посвящена фарисеям. Специальное письмо. Специальное письмо. Если мы откроем, будем читать, там прям... Красочно. Христос говорит горе, горе, горе. Он восемь раз повторяет это слово. Считается в те времена, в такое писание, когда слово в еврейском культуре повторялось несколько раз. Мы говорим, у нас воскресательный знак, да? Да. А у них это повторялось слово два раза. Значит, горе, горе, или истина, истина. Да. Ну, Христос, может быть, не сразу говорил горе, горе, но вот когда мы читаем эту главу 23, мы находим это слово восемь раз как минимум. Вот, там еще и синонимы стоят. Но этого достаточно, чтобы понять, что хотел Христос сказать. Очень достаточно. Давайте мы посмотрим на дела фарисеев. Чем они занимались, да? И что нам сегодня не нужно делать? Вот что нам нужно в противовес делать, чтобы не подпасть под категорию фарисеев? 23 глава, со 2 стиха. На Моисеевом сидалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что не велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Значит, смотри, они обладали духовным знанием. Ну, скажем, знанием закона. Закон знали, закон читали. Люди должны были слушать закон. Значит, это было хорошо. Но по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Вот в этом основной образ фарисея или же лицемера. То есть лицемер – это тот, кто говорит одно, а делает другое. Например, если я говорю, воровать нельзя, и я буду учить всех, воровать – это грех, воровать нельзя, а сам ворую – я лицемер. Или говорю, обманывать нельзя, обманывать – грех. Вы же смотрите, не обманывайте, а сам обманываю – я лицемер. То есть, когда человек говорит одно, а делает другое, значит, он является лицемером. Вот об этом Христос и говорит. Что учат они правильно, но сами они так не живут. Далее мы читаем 4 стих. «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». Что это значило? Вот целый кодекс всевозможных обрядов. И это нужно, и это нужно, и вот это нужно, и поститься нужно, и там нужно, и шнурки завязывать в определенном порядке, и руки так мыть, и чаши мыть, и с торга придешь. То есть, жить было невозможно. Творисеи, они больше ничем не занимались. А, то для их, получается, отключенной жизни, может быть, как-то это еще, возможно, это было произвести. Да, они, вот мы дальше будем читать, эти люди оббирали людей, им нужны были финансы, им нужно было как-то жить. Консервировать себя. Да. Вот, они не могли, знаешь, пошел там, целый день отработал, а потом вечером чуть-чуть пофарисейничал. Нет, надо было фарисейничать все время. Значит, они работать не могли, как все. Как бы они не были. Конечно. Черную работу они не делали. Они были всегда чистенькие, одежды красивые, такие раскрыленные, такие все хорошенькие. Они могли встать на углах, помолиться. А пока в это время обычные люди там на поле работают, или овец пасет, или там стирает, или копает, что-то делает. Вот. Значит, они от этого были в стороне. Но они забирали деньги. Забирали деньги. Говорят, вы должны делать. А как же человек, который с утра до вечера работает, сможет и пропаститься, и все сделать? Он просто не вынесет. Если он там тяжелой работой занимается, а ему нужно паститься, ему нужно есть. Скажут, товарищ, как же так, дорогой? Я тут пащусь, а ты... Так я же работаю. Я лопатой землю копаю. Там, арык, или там провожу что-то, или строю что-то. Мне нужна пища, иначе я упаду, я не справлюсь. Согрешил, брат. Согрешил. Как же так? Вот. А они были в стороне от такой работы. Они учились, они занимались, они были... Их спонсировали люди. Они были, ну, не то что на уровне левитов, ну, все-таки забирали деньги, чтобы вот находиться там в сливках общества. А простой человек, простой человек всегда работал. Вот. Поэтому невозможно было выполнить то, что они требуют. Поэтому люди были как-то в давлении. Ну, да, это же фарисей, он может, а я не могу. И так это они держали тоже вот этот, получается, как рамку, чтобы простолюдин не мог подойти на их уровень. Конечно. Себя от этого общества... Это было искусственно создано. Они держались своей кастой, они держались своей группой. Вот. Людям, конечно, проповедовали, но людям было туда не добраться простым. Если ты богатый, тогда могли тебя записать, чтобы, ну, на содержании был. Как же все-таки дела христиан отличаются? В этой же главе Христос и говорит, «Больше из вас добудет вам слуга». Вот это вообще, конечно, наоборот. Это знаешь, как прожектором просто в лицо человеку. Ты хочешь быть большим, ты хочешь заработать святость и праведность, ну, давай, дорогой, спускайся. Закатывай рукава, подвязывай там свое платье и начинай мыть ноги хотя бы. Фарисеи вообще не были готовы к этому. Послужить ближнему – это же вторая заповедь. А вот этого не боялись. Вот. Они могли послужить, они могли позволить другим послужить себе, но сами не готовы были служить, не готовы были поделиться, не готовы были работать, не готовы на добрые дела. Вот. Но Христос как раз таки и разделяет. Фарисей для себя живет. Фарисей только может раздавать вам, делая то и другое, десятое. Сами не работают и сами не помогают. Если я, допустим, фарисей, да, я, знаете, все сто пунктов, если я хочу ближнего сделать фарисеем, я должен ему помочь. Что там у него? Корова заблудилась? Там у него в огороде что-то не растет. Я приду, ночью поработаю, чтобы он днем мог исполнить эти пункты фарисейские. Они этого не делали. Осудить могли. Значит, давали всевозможные задания, невыполнимые, и человек был в таком постоянном давлении. Не выполнил, не выполнил, и здесь не могу, и тут не успел. Грешник. Вот они держали под колпаком греховности. Это вообще страшно, если так подумать, потому что люди понимали, что это не просто так фарисеи говорят, а это Бог так говорит. Конечно. Получается, это Божье Слово приходит через фарисеев, и Бог на меня что-то имеет. Бог меня считает грешником, Бог меня считает недостаточным, Бог меня считает... И вот этот весь список негативных этих вещей. И вообще, как Бог может любить человека, когда... Недостойный. Человек недостойный, любую ступень он возьмет, и все будет не так. Это же вообще, представь, какой ужас. Вот в этом и была проблема, что люди жили в таком... Страхе. В таком страхе и духовном неудовлетворении. Бог... Бог... Богу угодить не могу, праведным, как фарисей, быть не могу. Вот человек жил внутри, в подавленном состоянии. Ну вот Христос здесь говорит фарисеям, что предлагает им новый путь. Больший из вас добудет вам слугою. То есть это сразу бьет по гордости. Я должен опуститься вниз. Я не должен себя считать каким-то привилегированным. Если я старший, я должен работать. Работать. Помогать тому, кто не может. научить того, кто не знает. Подсказать тому, кто нуждается в этом. Физически, или финансово, или морально, или духовно. Поддержать надо. Помощь нужна. Если мы живем вместе, то нужно помогать. Вот как в семье, да? Допустим, папа с мамой. Папа старше. Мама чуть ниже. Дети еще ниже. Папа же не приходит и говорит, так, вы меня обслуживайте. Папа где-то целый день зарабатывал деньги, чтобы обеспечивать всю семью. Вот это старший. Когда он кормит. Старший кормит. Мама старшая тоже кормит. Там уже дома приготовляет. А дети уже пользуются. А если папа скажет, так, я вот по-фарисейски, да? Вы меня обслуживайте. Я буду в беленькой рубашечке. Все будет чистенько. Я буду сидеть целый день. Буду отдавать вам команды. Вы работайте. То есть, вот тут уже структура ломается. Если кто хочет быть большим, должен быть слугою. Христос, пример, да? Сын Божий пришел. Вообще весь мир должен упасть и поклониться Ему. Он берет полотенце, берет тазик, начинает ноги мыть. Говорит, я вам буду служить. Да, это... Он пришел послужить, послужить. Вот это не просто на словах говорил, а и делал. Делал, да. Он помогал людям. Вот меня удивляют такие моменты. У Христа был очень плотный график. На небе был расписан график. Что Ему нужно было делать? Как говорить? Да, очень много было. Это не то, что мы сейчас говорим. Президенты заняты. Христос супер был занятый. Ему в три с половиной года нужно было уложиться в программу, в миссионерскую программу. В конце концов, умереть за грех. Все как положено. Но, как мы видим, подходят люди и просят. Вот приходит, например, сотник. И говорит, исцели моего слугу. И Христос отвечает, я приду. Я приду. Получается, случайный человек приходит. И говорит, у меня нужда. Слуга заболел. Христос готов отклониться от своего курса. В одну сторону примерно часа четыре нужно было идти. Это туда четыре, назад четыре. День потерял. Ну, целый день. Христу потерять день, казалось бы, ну, мы сегодня видим, люди на работу не выйдя день, уже ощущается. А Христос выполнял небесную программу. И Он готов был ради нужды пойти, пойти туда. Я пойду, исцелю, говорит. Я послужу. Я сделаю то, что я могу. То есть, Христос показал таким образом, что Он готов послужить любому человеку. Сотник – это был, ну, нашими словами, оккупант. Окупант, у которого слуги. Евреи думают, ну, заболел, пускай там все заболеют. И ты, чтобы заболел вместе с Ним. Конечно. Потому что вы здесь над нами командуете, вы там давлеете, вы там заставляете нас еще противозаконно делать, и вообще вы язычники, и там очень-очень много было проблем. Христос говорит, я пойду. Язычник, неязычник. Возникла нужда, буду помогать. Вот Христос показал такой пример. Когда мы читаем дальше, в этой же 23 главе, 6 стиха, за фарисеев речь идет. Они любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель, учитель. То есть им нужно вот быть на высоте. Смотри, где они любят. Возлежали. Или там в пиршествах. Ну а как же? Любят, чтобы их пригласили на особый обед. Чтобы уважили. А как же? Чтобы там почесть отдали. Вот где-то... Ну кому это бы не понравилось? Ну конечно, это же ты что. Они таким... Тебя позвали. Позвали, да, в общество. Попросили впереди сесть. Вот. В синагогу хотели быть. Слово сказать. Это же непросто. Вот. В народных приветствиях, чтобы их... В народных собраниях, чтобы их поздравляли. Сказали, вот он фарисей, фарисеевич. Пожалуйста, будет вас учить. Таким молчим словом еще. Вот Христос, в свою очередь, говорит так. Евангелие Иоанна, 12 глава, 42 стих. Впрочем, и изначальников многие уверовали в Него. Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо воззубили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Так вроде бы противоречия. Вроде бы поверили. И в то же самое время делами не поверили. Потому что, видишь, фарисеи научили так. Они сами так жили. Они принимали славу от людей. Они хотели, чтобы их поздравляли. Они хотели, чтобы у них были титулы. Чтобы статус. Чтобы в народе их признали. Вот они фарисеи. Вот они фарисеи. То есть они пользовались. Получается, сегодня человек тоже может прикрываться каким-то именем. Я там такой. Я такой. Павел или Савл на то время. Одно и то же имя, в принципе. Вот он учился у Гамалиила. Я у самого Гамалиила учился. Это высокая школа. Она дорого стоила. Как сегодня в Барбард попасть. В какой-то университет. В какой-то выучиться. Вот какое-то имя человек может прикрываться именем. Христос говорит. Вы пользуетесь славой человеческой. Возлюбили больше славу человеческую. То есть здесь я говорю вам истинное слово и жизнь. А человек может, как мы говорим, погоны себе ищет. Я хочу там заработать, чтобы я уже был там такой статус. Такой статус. Такой-такой. Мне статус нужен. Христос говорит. Хочешь заработать высокий статус? Работай. Будь всем слугою. Вот это хороший статус. Интересно. Вот в противовес, что говорит Христос. Чему...